Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Достаточно большое количество икон, которые я постоянно продолжаю обнаруживать по сей день, вот они, так скажем, разрастаются в количестве и в конечном итоге они становятся предметом описания моего. И истории тут могут быть самые разные с этими иконами. Вы так много лет не уходите от этой темы, а сложно ли искать какие-то факты с течением времени? Ну, вообще, конечно, факты искать очень сложно, потому что Федор Черный скончался в 1999 году. Это вот единственная точно известная дата, так скажем, из тех границ жизни, которые мы можем обозначить, потому что дату рождения мы не знаем. Вот есть упоминания в летописных источниках, редкие достаточно. И, конечно, для того, чтобы написать когда-то диссертацию, я, конечно, читала литературу 15-го века, 16-го века. Ну, в общем-то, вот то, что было доступно, да, и, в общем-то, работала в разных библиотеках, в разных архивах по нашей стране, в общем-то, поэтому, конечно, это сложно. Но после того, как основной текст когда-то был завершен, после этого некоторые интересы поменялись, а информация, она все продолжает приходить. Да, она приходит, и приходит самыми неожиданными способами. Однажды меня просто пригласили на экскурсию в один из монастырей наших, Пафнутиев-Боровский монастырь, просто посмотреть, что там делается, что там есть. Ну, просто экскурсия. Да, просто это была экскурсия. Вот представляете себе, подъезжаю я к этому монастырю и вижу, что стены монастыря практически такие же, как у нашего Спасопреображенского монастыря. Захожу я внутрь, вижу, стоит храм, почти такой же, как наш храм Спасопреображенский. А именно в этом храме был похоронен Федор Черный. И я начинаю уже очень сильно волноваться, я туда вбегаю. Вы же ждете чего-то. Да, жду чего-то, разворачиваюсь, ну, обычно на столбах помещают святых, разворачиваюсь к правому столбу и вижу там изображение наших ярославских святых. То есть, в общем-то, он как будто бы сам ко мне приходит иногда, напоминает о себе, вот самыми разными способами. То есть разные факты, появляющиеся в разное время, дают оставить эту тему в покое. Да, конечно. Вы сказали нам перед эфиром о том, что это ваша пятая книга, предыдущие четыре. О чем, какие темы там затрагиваются, какие герои? Ну, в общем-то, я пишу о православной культуре. И, в общем-то, конечно, конкретный герой вот у меня один, любимый самый. А так, в общем-то, вторую свою диссертацию докторскую я написала об иконостасе. И у меня несколько книг об иконостасе и о православной культуре. И, в общем-то, надо сказать, что, наверное, самый большой предмет моей гордости, помимо, конечно, вот этой книжки, это наша ярославская книга, вот «Ярославский иконостас», которая была издана к юбилею нашего города, к тысячелетию нашего города. Ваши книги, я так понимаю, могут использоваться студентами, и не только студентами, в качестве учебной литературы? Да, в общем-то, они читают и даже кое-что сдают по тексту моих книг. У меня есть курс лекций, да, книга, курс лекций про православной картине мира. Ну, в общем, эта книга постоянно мной переиздается. Ну, в общем-то, повторяется тираж, потому что он расходится моментально. У меня еще, помимо наших студентов из педуниверситета, есть студенты Ярославской духовной семинарии, да. Вот для них это вообще очень важно, и они это все читают. Это целый такой пласт, вероятно, знаний, которые передаются Татьяной Владимировной своим студентам. Ну, это свежие книги, да, которые все пополняются фактами. Одно дело, ты будешь сидеть и сказать, что это все в библиотеке, конечно, для студентов. Ну, я думаю, что для любого человека, который заинтересуется православной культурой, это интересно, да, хотя бы начать с чего-то. Ну, я надеюсь, я надеюсь. И более того, я стараюсь, в общем-то, писать свои книги так, чтобы они были достаточно понятными, читаем, да, достаточно популярно написаны, несмотря на то, что это все-таки научные тексты. И, в общем-то, я слышала отзывы о том, что на самом деле это читается, читается легко, достаточно. Остались ли какие-то еще в запасе факты про Федора Черного, может быть, или то, что вы не успели еще изложить в этой книге, что хотели бы в будущем написать? Ну, в общем-то, иконография, иконография все время пополняется, и список достаточно большой. Вот в этой книге далеко не все упомянуто, о чем я, в общем-то, знаю, потому что на какой-то момент надо было остановиться, да, поставить точку и отдать текст, так скажем, на... Печать. Да, на суд читателей. Ну, у меня есть, конечно, мечта, такой проект жизни, сделать большой иллюстрированный альбом с иконами, со всеми иконами, посвященными Ярославским святым, вот, который будет, в общем-то, наверное, таким монументальным трудом. На это, конечно, как раз надо будет потратить достаточно много времени, но я думаю, что когда-нибудь это осуществится. Ну, что же, мы со своей стороны, от всей редакции, от нашей телеканала пожелаем вам творческих успехов, чтобы ваши планы сбывались. Чтобы факты приходили. Вновь и вновь в самых неожиданных местах, не только, может быть, на экскурсиях, а еще где-нибудь. Генеральный спонсор нашей программы – Кофе Павлик Президенте. От него и от нас примите этот небольшой сувенир. Спасибо большое за ваш утренний, позитивный, такой улыбчивый визит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!